Спасибо, что вы приехали в наш город, поделились с нашими людьми своими видениями социальных сетей, интернет, цифровых маркетинговых идей и так далее. И опыт показывает, что социальные сети уже стали для всех важными и так далее. У нас интересует какой-то ваш личный взгляд, что для вас социальные сети, для вас как человека, гражданина говоря громко, как для бизнесмена, как для преподавателя, как промоутер и так далее. Чем они вам помогают, как вы впервые стартуете, какие у вас аккаунты, где вы сходите. У меня очень особое отношение к социальным сетям, потому что социальные сети для меня прежде всего инструмент заработка. Я помогаю другим компаниям, за деньги помогаю другим компаниям правильно социальных сетях присутствовать. Именно поэтому социальные сетям мои отношения очень бережные и трепетные, хотя отношусь я к ним, наверное, с профессиональной точки зрения и личное время свое там в них вообще не провожу. Я присутствую там как профессионал, я не буду делать деловую переписку, но никогда не общаюсь ни с кем-то личным вопросом. И в этом стараюсь проводить там как можно меньше времени, хотя, несомненно, изучаю, как ведет себя в аудиторию этих социальных сетях. И, скажем так, я посещаю очень много времени изучения этих социальных сетей, но очень мало времени им самим. Мне тут постоянно неинтересно не как среда, где люди проживают жизни, а как действительно некий как раз объект изучения. Не скажу, что у меня социальные сетями могут быть связаны какие-то драматургические воспоминания. Женой в социальных сетях не находилась, познакомились в офлайне. Ни одного клиента в социальных сетях никогда не нашел, со всеми клиентами не ознакомились на конференциях. Однако, если уж точно говорить о том, какая ценность в социальных сетях для меня есть на 100%, это, конечно, ценность образовательная. Я всегда об этом говорил, говорю и готов под этим подписаться, что многие люди, для которых свойственны какие-то алармистские утверждения, потому что социальные сети разрушают межличностные общения, ведут к дебилизации наций и тому подобное, я, конечно, глубоко не правду. Социальные сети, и это важно очень хорошо понимать, это, конечно, отличный инструмент для самообразования. В социальных сетях накапливается огромное количество контента, это может быть и фотоконтент, и видеоконтент с лекцией, например, в ТДХ или многочисленные записи лекций на том же Ютубе, и контент презентационный, например, в слайдшир или скрипт или другие социальные сети, где выкладываются презентации. Это и сложные бизнес-сетатники в тех же контактах, в Фейсбуках и так далее, и сервис по подбору книг, например, или, там, я не знаю, аудиоквик, все это отличный источник для получения новых знаний, или, по крайней мере, для того, чтобы не запутаться в том массиве знаний, которые сейчас вываливаются на современного человека, и подобрать, найти именно те знания, которые больше подходят тебе. В этом смысле я, наверное, во многом обязан тому, что когда в УЗИ учился, хорошо учился, потому что сейчас достаточно регулярно обновляют свою базу знаний именно социальным сетям. Они мне всегда в этом помогали, всегда были под спорьем, и никогда не было иллюзий по поводу, потому что они могут заменить реальное общение, но я всегда хорошо понимал, что социальные сети – отличная, огромная, постоянно пополняемая, развивающаяся, динамическая, а главное, очень актуальная база знаний практически по любому вопросу. Но поэтому для меня они, наверное, тоже, естественно, незаменимые инструменты. Что еще можно сказать? Еще можно сказать то, что для меня социальные сети, и это, наверное, последнее, это, ну, часто очень вдохновение. Когда они только появились, они оказались совершенно новым революционным каналом по сравнению с медиаклассическим, это газеты, журналы, радио, телек. И изменив раз навсегда медиа и коммуникацию, социальные сети принялись за другие стороны человеческой жизни, в том числе за бизнес. Я самый большой фанатик бизнеса, мне нравится придумывать организационные структуры, модифицировать какие-то схемы, модифицировать взаимодействие между людьми и организацией. Социальные сети просто несут колоссальный трансформационный потенциал и несут огромный принципиально новый импульс для любой организации. Принципиально по-новому стали думать на то, как живут организации. Для меня в этом смысле социальные сети – это постоянный кайф. Я смотрю на них, особенно на новые социальные сети, старые, типа контакта Фейсбука, Одноклассников или Линкдина, какого-нибудь, мне нравится все меньше. А вот новые социальные сети – Кура, Минг, Хайфай, Стамбулапон, Пинтерест, Фэнс, Инстаграм и так далее – нравится все больше и больше. И мне постоянно интересно смотреть за тем, что они вообще появляются за движением человеческой мысли внутри социальных сетей, за трансформацией формата социальных сетей. Вот, наверное, как-то так. А вот могут ли социальные сети в будущем просто сужаться? Появляться, какие-то социальные сети, профессиональные, как у рыбаков, на «лечах», на «лечах», на «лечах», на «крыне», они на «чуках». Конечно, это уже сейчас видно, сети становятся все более и более узкосегментированными. Изначально сети все равно сегментировались, например, по возрасту, то есть детские социальные сети, смешарики, есть подростковые социальные сети, скажем, в «Твити», Есть даже социальные сети для людей пожилого поколения. Да, есть социальные сети, организованные по политическому принципу, и социальные сети организованы по принципу того, какого рода контент у них выкладывается. Но совершенно точно уже есть некие тематические социальные сети Хабраха, в общем-то немолодая уже сеть, там, например, сеть для IT-специалистов. Да, и чем дальше, тем больше появляются очень нишевые соцсети. Часто это может быть принцип дохода, как, скажем, СНОП, когда люди с высоким уровнем дохода являются сетеобразующим кластером. Но совершенно точно сети будут становятся все более и более усколькими временем, и мы в ближайшее время увидим распад этого единого большого социального веба на локальные социальные комьюнити, которые станут полноценными сетями. И последний вопрос. Чувствуется какой-то различий в аудитории питерской и московской? В смысле в социальных сетях? Нет, вы разговоры ведете. Где более продвинутые люди? Где-то более оригинальные вопросы не дают, но и другие люди находятся. Разница исключительно такого компарального характера все-таки в Питере. По понятным причинам индустрия отстает. Ну и плюс понятно, что в Питере люди, особенно заказчики, это видно. Они, поскольку Питер является родиной для контакта, очень тепло, мы используем ВКонтакте как инструмент для работы, в то время как, когда я ничего не говорил про Фрейсбук, то Фрейсбук с того, как мы там и не были никогда, мы ничего не понимаем и знать, что мы ничего не хотим. Хотя Фрейсбук может быть достаточно интересным. Я говорю, есть некая, нет, есть некая осталась рынка. Это, наверное, в пределах пары лет, потому что, в общем-то, не секрет, что еще несколько лет назад в Питере зарабатывать пункт было в этой индустрии сложной, и даже сильные игроки, питерские, локальные, все уехали в Москву. Это, конечно, предопределил тот факт, что в Москве эти компании, ну, если там 4-5, наверное, компаний, которые приехали в Москву из Питера, добились там успеха, а в Питере, в смысле, рынок обнищался. Сейчас, поскольку в Питере появились большие деньги, которые клиенты готовы тратить на веб, рынок начинает немножко подниматься, но этот лак остался. Аудитория задает вопросы, которые в Москве задавали год-два назад, аудитория использует интернет, которые в Москве использовали год-два назад, аудитория пока не так подкована, но это все дело времени. В этом смысле, я думаю, что где-то года через полтора-два мы увидим точно уже вырахунки, и дальше рынок пойдет в некой единый уже как раз средой, чтобы в Москве что-то здесь есть. Спасибо, как говорится, блок-компания. Спасибо.